Борис Александрович, ну закончился мужской турнир, хотелось бы, чтобы Вы подвели итоги сегодняшнего дня. Довольны результатом, недовольны, что можно отметить? Ну, если говорить в целом, конечно, я недовольен, потому что сбор для России на сегодняшний день не попал даже в четверку. Ни один из тех лидеров, которые мы предполагали, что они составят борьбу с первыми лидерами, не оказали четверки. Это раз. Во-вторых, конечно, каждый турнир сейчас идет, отчитывает те ступеньки, те грани, которые нам дали перед Олимпийскими играми. Вот прошел уже второй турнир. С каждым турниром все будет жестче и жестче, и судейство, и борьба между спортсменами, потому что каждая страна хочет иметь своих представителей на Олимпийских играх. Сегодня у нас есть два потенциальных лидера, которые стоят очень высоко. Это Леша Якименко и молодой, подающий, я не побоюсь опять этих слов, подающий надежды Ибрагимов. Два остальных лидера, те, которые являются чемпионами и мерами буквально недавних лет, пока относятся к отстающим. Тем не менее, я могу сказать одно. Да, те, другие и эти двое молодые проиграли, но борьба будет еще более интересной и более загадочной, потому что впереди еще большой цикл, и борьба только-только началась. Единственное, я могу сказать, что Европа и мир уже определит определенный контингент людей из сборной России. Тогда уже можно говорить смену, что один или два человека оторвались, и их мы не догоним, никто. Или, опять же, можно сказать, что борьба продолжается снова. Я хочу сказать одно. Уровень фехтования всех четверых показал, ну, разнокалиберного, я бы так сказал. Кто-то лучше фехтует в тренировочных боях, кто-то фехтует более мобильный и перспективный, а на сегодняшний день не показали ничего. Но это уже тренерские задумки, я бы так сказал, психология спортсмена, подготовка спортсмена к данному соревнованию. Ну и, как говорят, удача или карта легла. Поэтому каждый спортсмен сегодня выгребается сам. Чем интересна Олимпиада, когда два спортсмена всего фехтует? Потому что есть определенный уровень, есть количество людей, их четверо. И каждый достойный представлять Россию на Олимпийских играх. И вот они сегодня как соперники друг на друга смотрят и следят, как выступают их товарищи по команде. Это плохо, конечно. Хорошо. Чувствуете психологическое, так скажем, измененное, наверное, ситуация впервые за многие-многие годы? Мы, наверное, первый раз с этим сталкиваемся именно с саблем мужской. Конечно, это проглядывается от и до, начиная буквально от подготовки. То есть каждый хочет подготовиться самостоятельно к определенным стартам. Отсюда возникают проблемы у старших преподавателей трейлерского состава, но главного менеджера, потому что их нельзя заставлять. Потому что каждый не только готовится, но и избирается отдельно. Поэтому вся эта чехарда и идет на соревнования. Кто-то готов к данному старту, а кто-то может еще даже лучше, но психологически перегорел. Или что-то случилось накануне, или что-то съел не то. Вот даже, понимаете, вы же прекрасно знаете, я сколько там, 5-6 олимпиад побывал и знаю, что такое еда. Сегодня готов, съел не то. И здравствуйте. Каждая мелочь имеет значение. Звонок из дома, что-то случилось на работе и так далее, и так далее. То есть когда сопоставляешь все эти вещи и думаешь, главное сегодня это готовиться к олимпиаде. Это готовиться к каждому старту для отбора. Когда это произойдет, уже можно, как говорится, готовиться к основным стартам, к олимпиаде. Сегодня все в одинаковых условиях. Да, кто-то повыше, кто-то пониже. Кто-то является определенным лидером, а кто-то будет набирать очки в течение года, которых он не набрал. Это тоже надо учитывать. Есть люди, которые все время завоевывали второе, второе, третье, первое места. А кто-то люди сидели в тени. Понимаете, сейчас вот будет такой перепад. Если спортсмен действительно готов к олимпиаде, он будет набирать. А если человек только думает, что он готов, он будет выступать, как сегодня выступил. Хорошо. Такой вопрос. Что будет, ну, на ваш, с вашей точки зрения, так скажем, основным, да, фактором, чтобы для того, чтобы пройти удачно этот отбор и подготовиться? Основной фактор для каждого человека будет индивидуальный подход самостоятельный. Что бы ни говорил педагог, что бы ни говорил старший тренер, как он лично подойдет к основным своим стартам, так и он и выступит. Потому что внутрь человека не залезешь. Да, можно его управлять, его можно предугадать, но заставить человека всеми фибрами, всеми жилками, которые у него здесь внутри, разложиться и показать, на что он способен, не любой педагог может. Даже маэстро не сможете. Спасибо. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо.